Сегодня мы с вами будем говорить о таких вопросах, которые важны нам всем и которые возникают у каждого из нас в своё время. Эти вопросы мы задаём себе, кто я, зачем, почему, что я делаю на этой земле. Да, я вижу Дмитрий Пенза, Наталья Зеленина, Екатеринбург. Немножко задерживается чат, но Нижегородская область, Валентина. Очень приятно, очень приятно. Обратная связь Киров, Екатерина. Очень приятно. Эти вопросы мы задаём себе в разное время, в зависимости от ситуации, когда мы задумываемся действительно, а кто мы? Зачем мы пришли на эту землю? Давайте я начну своё выступление из стихотворения. Стихотворения я пишу более 20 лет и начала их писать совсем-совсем неожиданно. Я по образованию технический человек, и для меня литература, она не вызывала интерес, она не была мне интересной. И вот в один прекрасный момент мне начали приходить стихотворения. Это вот одно из первых стихотворений. Вот мой божественный цветок, белее белых линий, Твой аромат так тонок и высок, что я ищу бескройно. Я маленькая пчёлка, большого роя бытия. Печу собрать, нектар познаю. И всё же в этом роль моя, В ней глубина очарована. Но чтобы мёд искал, Нам много надо потрудиться. Собрать пыльцу, нектар добыть, И утренний рассоль. И в этом бесконечном многозвучии и радужном благоухании тиши не упусти. И разгляди по лодке. Единственный цветок. Цветок твоей. Мы в этот мир приходим все из единства. Мы приходим из чистоты и гармонии. Но одевшись в тело, мы забываем о наших корнях. Спасибо. Мы забываем о своих корнях. И через тернии мы всё равно идём в гармонии. Мы идём к единству, Потому что внутри нас отец дворец Очень мудро вложил компас, Который всё время показывает это направление. Но чтобы наши метания Не воспринимались так больно нам, Мы составили договор, Ещё находясь в единстве, Ещё до воплощения. Мы, имея кармическую семью, Мы обязались помогать друг другу в земной жизни. Ведь когда мы приходим, Одеваемся в тело, Когда мы рождаемся, Мы, ясновидение наше закрывается. То есть мы не помним наш договор, Мы не помним всё то, Что происходило до этого. Мы не помним, о чём мы договаривались. Но роли, которые мы себе взяли, Которые запрограммировали на это воплощение, Они выполняют задачи, Они помогают нам выполнять задачи, Те, с которыми мы пришли в это воплощение. Ещё находясь в тонком теле, В тонких энергиях, Мы выбираем себе задачи воплощения. Задача воплощения — Это тот урок, Главный урок, А он может состоять из множества, Ну, таких под уроков, под текстов. И мы проходим по жизни практически с самого начала, С самого рождения, Имея весь опыт, Имея всё окружение, Которые направлены на понимание этой задачи. И для того, чтобы выполнить задачу, Её ещё нужно понять. Давайте поставим десяточки в чат, Если меня слышно хорошо, И если я понятно это говорю. Всё, спасибо, слышно. Спасибо, и Дмитрий, и Людмила, Лидия, Наталья, и Екатерина. Спасибо вам большое. Если просто представить себе Наше воплощение, Вот как мы пришли на эту землю. Есть точка А, Это начало нашего воплощения. И точка Б, Куда мы должны прийти, Чтобы выполнить задачу. И вот этот путь, Он составлен нами, Нами, конкретно каждым из нас, В тонком плане. Но он составлен Очень оптимально И очень коротко. Но этот путь мы должны пройти Вот как по кочкам. Перепрыгивая, Перешагивая с одной кочки на другую, Но каждая кочка, Это есть наш жизненный урок, Который нужно проработать. Есть вопрос в том, Что мы идём с закрытыми глазами. Мы не знаем этого вопроса, Мы не знаем этой задачи. Мы её, Может быть, Интуитивно понимаем, Может быть, Где-то догадываемся, Кто-то нам подсказывает. Ну а для того, Чтобы наше продвижение Было более продуктивным, Для того, Чтобы оно было Интересным, Вкусным, Красивым, Творец нам подарил эмоции. Он нам подарил Эмоциональный план. Для того, Чтобы жизнь наша была насыщенной, Для того, Чтобы она была красочной. Ну и для того, Чтобы мы Немножко удалялись От понимания нашей задачи, От выполнения нашей задачи. И для того, Чтобы эти отклонения Не были сильно далёкими, Чтобы мы всегда смогли Возвратиться на свою почку. А почки расставлены таким образом, Что каждая наша... Добрый вечер! Добрый вечер, Нинель! Рада вас приветствовать! Каждая почка — Это наше качество, Которое мы должны проработать В этой жизни. То есть понять И перевозвыситься над этим качеством. Мы же все приходим из единства И познаём двойственность. Для того, Чтобы эти двойственности Были нам понятны, Мы должны собрать Две чаши познания. Нам Творец при рождении Даёт чашу добра И чашу зла. То есть это Наши качества Отрицательные И положительные. Те, Которые прорабатываются в жизни. И мы должны Эти чаши наполнить. Так вот, Для того, Чтобы мы правильно Проходили свой путь, Чтобы нам было интересно Проходить этот путь, Мы составляем договор До воплощения. Я вам расскажу Это, Ну как проекцию. Как я видела, Я была в тонком плане. То есть я обладаю ясновидением. Дело в том, Что ясновидением Обладают Те детки, Которые рождаются До определенного времени. Пока они Не начинают Использовать это В корыстных целях Своё ясновидение. А у меня случилось так, Что не закрылась она. Ну не знаю причину, Но я видела, Я видела с детства Тонкий план. Я видела энергии, Я видела внутренности людей. Я видела Все энергетические поля, Которые Вокруг людей, Вокруг Ну вот, Вот, Открыть вот так вот Мир энергетический. То есть я была, Находилась одновременно В двух мирах С самого рождения. И мне было Очень непонятно, Почему Люди Наполняют Свою жизнь Дисгармонией. Почему они вносят Краски, Ну такие вот Грязные Грязные цвета Вносят В свои энергополя Своими поступками, Своими Действиями, Своими мыслями. Ведь мысли Это же Сначала приходят Мысли-образы, То есть возникают Мысли-образы, А потом они Через наш голосовой Аппарат Они материализуются В речи. Но прежде чем Человек скажет, Произнесёт Слово, Предложение, Эти мысли уже Присутствуют В его поле. И они окрашивают Эта поля Окрашивают В разные цвета. Если, допустим, Взять цвета радуги, Они гармоничные, На них приятно, Красиво смотреть. А когда человек Слышится Или ругается Или Ну Как-то проявляет Какие-то эмоции Свои, При том Эмоции, Вот что самое интересное, Это сейчас я уже понимаю, Неважно Какого плана эмоции, Положительные Или отрицательные, Если они Переходят Ну Переходят Такую красную черту, Они всё равно Сносят Дисгармонию Наш мир. И я пыталась С детства, Ну Общаясь Сначала В родительском В родительском окружении, В близком окружении, Я пыталась Людям Папе, Маме Сказать, Что вот Как-то Ну Как-то Вот что-то Как-то Что-то Не так, Почему так Поступают, Почему так Говорят, Но я Не находила Понимания В этом, А я-то жила, Я думала, Что все так Видят, Я думала, Что все так Понимают, И мне Была Интересна Причина Почему Поступают Негармонично А когда Я получила Отрицательный Ответ, Когда я Поняла, Что меня Не понимают, Я немножко Замкнулась В себе И Как-то Вектор Направила Внутрь А это Еще больше Дало мне Возможность Какого-то Внутреннего Развития И Внутренней Такой Вот работы Над собой Но пока Я была В такой Скажем так Маленькой Девочкой До Школьного Возраста Еще была Мне было Легко И просто Я получала В своем Мире В своем Одиночестве Я получала Больше гармонии Чем с внешним Миром Но гармонировать С внешним Миром Все равно Нужно было И вот здесь Вот уже Возникали Вопросы Которые Я задавала Когда Я уже Была Мамой Когда у Были дети И мне Интересно Интересно Было Знать Интересно Было Понимать Как Сделать Так Чтобы Ребенок Как воспитать Ребенка Так Чтобы Он был Сам по себе Гармоничный Развивался Но чтобы он Гармонично Входил И Во взрослую Жизнь Чтобы он Слевался С обществом Чтобы и в этом Была гармония И вот В одно Прекрасное Время Я задавала Да Я задавала Постоянно Эти вопросы Мне Открылись Если вам Это будет интересно Вот давайте Вы мне поставите Допустим Восьмерочки Если вам Будет интересно Узнать Мой опыт Мои Вот эти Вот Ну скажем так Заморочки Ясновидящие Которые Показывали Мне Потом Что в жизни Не все так просто Что жизнь Интересная И наполненная Можно одновременно Жить Спасибо Наталья И можно одновременно Жить Наполненно В двух Мирах Это было На кухне Мы с детьми Просто-напросто Жарили котлеты Вот Тоска Вот стол Вот печка И вот так вот Мы Ну все вместе Да Вот так вот На кухне Мы Стряпали И вдруг Я понимаю А с литературой Я же говорю Я не дружила Я ее даже Ну не понимала Вот просто Учила Я училась Хорошо в школе Но с литературой Просто учила Но Не сильно понимала Нинель Спасибо И вдруг Я понимаю Что идет Какая-то рифма Очень-очень Это первый стих Который был Мною написан Очень интересная И мне незнакомая Но мы продолжаем Дальше общаться Вот Жарить котлеты А внутри Идет Это рифм И я понимаю Я писала и задаю Открываются Врата В тонкий план Открываются Энергетически Спасибо Спасибо большое Нинель Елена Наталья Спасибо Сейчас я открою Стихотворение И прочитаю вам Потому что Ну Стихотворений много Очень много Если кому-то Будет интересно Вы можете Эти стихотворения Прочитать На стихи Ру Я там Выкладываю Эти стихотворения Стихи Точка Ру Под моей фамилией И вот Этот Да будет свет Коль ты Того желаешь Пусть Льется Он Дорогой Вековой Довольно Ты зовешь И Воспрашаешь И столько Будешь Ты полна Собой Пусть Этот Мгновенье Вечность Остановить Не сможешь Никогда Но Окунувшись Снова Бесконечно Возвращаешься Опять Насколько Все В круговороте Вечно Мы Осознать Сумеем Там Все горы В красках Быстротечной Являются Благоголение Нам И вот Я говорю Я Написана С большой Волгой И вот Я говорю Так Все это Сможешь Ты понять Тогда Когда К потрудженным Преградам Ты Вознесешь Свои Глаза Тогда Сумеешь Ты Сказать Так Много И так Мало Надо Построишь Дом Твой Ты Не на Земле А Вдали Голубой Ордолиаду Увидишь Множество Миров Далеких Близких Незнакомых Поймешь Преградам Более Плодотворно Плодотворно Вот В наше Мы живем Мы живем В такое Время Спасибо Большое И Дмитрий И Наталья Ольга Нинель Спасибо Огромное Мы живем Сейчас Такое Время Интересное Что Если Раньше Для того Чтобы Выполнить Какое То Действие Нужна Была Помощь Со Стороны Да Как бы Вот Сжатие Для того Чтобы Вот Эти Вот Условия Сформировались Екатерина Да Это Действительно Так Это Действительно Так И Когда Ну вот Екатерина Спрашивает Да Неужели Я По Своей Воле Решила Родиться В Безграмотной Семье Действительно Мы Выбираем И Папу И Маму И Мы Выбираем Ту Семью Мы Выбираем Страну Мы Выбираем Время И Вот Те Условия Куда Мы Приходим Да Для Получения Своего Опыта Вы Знаете Как Это Интересно Когда Понимаешь Вот В этом Скрыт Весь Секрет Вот В этом Весь Секрет Нашего Воплощения Здесь И Когда Мы Понимаем Вот Вот Эту Вот Задачу Это Становится Нашим Основой На которую Мы Потом Опираемся По жизни И Мы Творим Числитель То есть Мы Туда Суммируем Опыт И От Этого Когда Это Понимаешь От Этого Каждый Шаг Каждый День Каждое Мгновение Оно Приносит Радость Оно Приносит Радость Радость Общения Радость Получения Опыта Радость Творчества Ты Выходишь Из Ведь я Говорила Вам Что Творец Так Мудро Придумал Вот Сотворил Наше Воплощение Ну Алгоритм Составил Алгоритм Темной Жизни Составил Настолько Интересно И составил Таким Образом Что Мы Наполнены Эмоциями Мы Погружаемся В эмоциональный Ну Как В эмоциональный План Да Или В эмоциональную Сферу Такую И Мы Можем Эмоционировать По любому Поводу До Бесконечности Если взять Ну вот Мы возьмем Ось Ось Это Наша Жизненная Ось Вы же Все Наверное Знаете Что Мы Развиваемся По спирали Мы Развиваемся В движении И наше Движение Это спираль Ну Все так В мироздании Построено Именно Вот На этом В принципе Развитие И Когда Когда мы Вот Идем Как бы По кругу А потом Каждый круг Я вам буду Рассказывать На наших Тренингах Как Вот этот Вот Круг Развития Как мы Составляем Эволюционную Нашу Спираль Как мы Забираем Неотработанные Уроки И как мы Сейчас прорабатываем Когда мы Понимаем Вот этот Вот Знаменатель И Для того Чтобы Было Интересно Да Мы Одеваемся В Эмоциональный План То есть Ну Скажем так Эмоциональное Платье На себя Одеваем Нам же нравится Особенно На девочках Да Одеваться Платье Там Ну Как Как Себя Приукрашивать Вот точно Так же Приукрашена Эмоционально И наша Жизнь Но Есть Два Пути Два Абсолютно Противоположных Это тоже Пара Двойственности Противоположных Пути Общения С эмоциями Первый Это когда Мы Погружаемся В Эмоциональный Двойственный Я даже Настолько Увлеклась Что я Перестала Я перестала Показывать Вам Презентацию Ну Я Я потом Все это покажу И еще раз Еще раз Расскажу И Если мы Погружаемся В эмоциональный План Мы можем За счет Центробежной Силы Мы можем Уйти на Периферию И из этого В реальной Жизни Получаются Всякие Неприятности Это и ссоры Скандалы Это потом Выливается Все в болезнь Потому что Все наши Эмоции Они Отражаются На нашем Энергополе Они туда Знаете Такие вот Ляксы Коричневых Ну таких вот Неприятных Цветов Или даже Такие вот Разводы Бывают Это все Зависит От того Что мы Думаем Как мы Думаем Как мы Поступаем И если Вот этот Эмоциональный План Расширяется 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 Из него Практически Выйти Невозможно Потому что Получается Как белка В колесе Мы Пошли На эту Периферию И она Раскручивает Раскручивает И нас Выбрасывает Все дальше И дальше И дальше Выбрасывает На периферию И мы Даже если Понимаем Что это Плохо Даже если Мы понимаем Что это Невкусно Нашему Телу Что оно Страдает Болеет А мы Все равно Не можем Остановиться Нам очень Сложно Останавливаться Потому что Раскрутка Уже пошла Уже Инерцией Раскручивается Как бы Вот это Выброс На периферию И вторая Противоположность Этого Это ось Когда Мы Потихоньку А я вам Сейчас расскажу Как можно Двигаться К этой оси Когда мы Потихоньку 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 Работая Над собой Когда мы Диектор Своего Внимания Определяем Не Наружу А когда мы Определяем Внутрь Себя Вы знаете Есть очень Такое Красивое Выражение Направь Повернуть Глаза Срочками Внутрь Представьте Внутрь Внутрь Потому что Это Это Одна Эволюционная Спираль Так вот Здесь Знаете Какие Интересные Происходят Вещи Ты Ничего Не теряешь Абсолютно Ничего Маску Ты Понимаешь Понимаешь Ты Ты Взял Тот Опыт Который Тебе Нужно Проработать И Взять Не сам Опыт Мы Не можем Знаете Нацепить На себя Количество Корзин Необъемных И тащить Всю жизнь А мы Берем Именно Зерно Опыт Зерно То есть Не сам Факт Не сам Опыт А вот Это Соединение Вот этих Гвоздей И на Тренинге Я тоже Буду Это Все Объяснять Мы С вами Пройдем Это На Жизненных Примерах И Это Все Будет Очень Понятно И Очень Ну Как Объяснимо Это Вот Вот Действительно Вкус Жизни Прочувствуете Настоящий Вкус Жизни Ты живешь Не просто так Выполняешь Свои Обязанности А вот Знаете Я сейчас Вам задам Один вопрос Как вы Думаете Живя Здесь На земле Живя Духовной Жизнью Ну и Обычной Земной Жизнью Как вы Считаете В каком Процентном Соотношении Должны Быть Вот эти Вот Ну Вот эти Вот части Взаимодействия Как Должны Распределиться Вот Напишите Пожалуйста Вот Кому Интересно И Кто Ну Хотел бы Да Узнать Хотел бы Познакомиться Вот С этой Методикой И я Вам еще Хочу Сказать Что Почему Почему Я вам Это все Рассказываю Почему Я Я Я Я Делюсь Этими Ну Этими Знаниями Когда я Начала Писать Стихотворения Я Ну Через Какое-то Время Я Начала Делать Записи На Древнерусском Языке Сначала Мне это Ну Конечно Древнерусский Язык Я его Не знала Я просто Писала Вот Подбиток С Повторениями С Подсказками И Потом Когда Уже Когда Уже Бы Было Ну Было Написано Да Определенное Количество Вот Этих Вот Записей Да На Древнерусском Языке У меня Произошла Очень Интересная В жизни Ну Событие Очень Интересное Я Из Ну Из Обычной Из Обычной Семьи Как Скать Верующие Не верующие Ну Как Как Всегда Да Вот Как Все Были У бабушки Была Иконка У нас Дома Ну Были Маленькие Такие Вот Иконки Но Чтобы Мы Ходили В церковь Или Ну Когда Там Кристина Родины Когда Вот Такие Такие Моменты И вот Произошел Такой Случай Это Было 1 сентября Сын Пошел В школу На Линейку А Я Я Должна Была Ну Как Сделать Такие Хозяйственные Свои Дела И Тоже Прийти На Линейку У Меня Были Помидоры Я Закрывала Закрывала Помидоры В Моем Соку И Получилось Так Что Я Спешу Быстренько Быстренько Это Делаю Потому Что Мне Нужно Успеть На Линейку И Вдруг Появляется Голос Подсказка Мне Говорят Что Нужно Сделать Вот Столько Банок Столько А Этого Нужно Приготовить Косыночку Нужно Приготовить Платье Сказали Какое Нужно Взять Мешок По дороге Купишь Картошки И Ждать А Я Спрашиваю А Почему Это Как Это Управление Моей Жизнью Почему Откуда Такие Подсказки И Знаете Что Мне Ответ Мне Говорят Для Того Чтобы Гармонично Жить Человеку Земной Жизнью На земле Нужно Уметь Составлять Алгоритм Земной Жизни И Составлять Алгоритм Духовной Жизни И Эти Алгоритмы Они Должны Быть Гармоничны И Когда У меня Спросили Как Ты Считаешь Как Человек Должен Жить В Каких Соотношениях Я Естественно Сказала 50 на 50 Нет Нужно На земле Прожить Полноценно 100 на 100 И Земной Жизнью Выполнить Все свои Роли Роль Дочери Сына Отца Матери Сотрудника Жены Мужа Выполнить Все Вот эти Вот Свои Земные Роли И В то же Время Выполнить Все Свои Духовные Роли То есть Все Наши Задачи Которые Мы взяли В довоплощенческом Договоре Все это нужно Совершить И нужно Выполнить Продолжаю Свой Рассказ Про Помидоры Звонок Я Поднимаю Трубку И Мой Знакомый Говорит Ты Хочешь Поехать В Монастырь А Вот Еще Когда Мне сказали Вот это Все Приготовить Мне сказали Поедешь К отцу Ипполиту Я даже Не знала Кто Это И он Звонит И говорит Ты хочешь Поехать В монастырь А это 90 километров От нашего Города Но тогда Я там ни разу Не была Ну как бы И он не был И мы не знали Куда ехать Как ехать Я говорю Давай Если Вот ты Пойдешь Ну Приедешь Машина заведется И все нормально И все будет Вот так Вот как Как должно быть Тогда я поеду Несмотря на то Что это Первое сентября Было И мне нужно было Идти на Линейку К тыну Приезжает Приезжает Звонит В дверь А он Был с тыном Я взяла Вот взяла Одела это платье Взяла косыночку Мешок И все Все Вот как было сказано И все это сделано И мы поехали Едем мы по дороге Я сижу на заднем сидении И Произношу мысль Которая ко мне пришла Отец Ипполит Опочивает Нужно подождать Мы доехали До монастыря Ну по дороге Останавливались Спрашивали Как туда проехать И получилось так Что мы Не заехали В центральные ворота А объехали Как-то вот через сад С другой стороны И мы заехали Прямо машиной На территорию монастыря А это монастырь Которому более 500 лет Выходим Я открываю дверь И ко мне подходит Монах И говорит Вы к отцу Ипполиту? Он опочивает Нужно подождать Ну для меня Для меня это было Интересно А мои попутчики Они вообще Начали в шок Погружаться И я для себя Сказала Что я здесь Останусь Сколько бы Ну сколько бы Не нужно было ждать Если им Нужно уезжать Пусть они уезжают А я Ну как-то найду Возможность Приехать домой И в это время Я Стою Так вот Смотрю Ну В ожидании И ко мне Явился вот так вот В воздухе В прозрачных одеяниях Явился Серафим Саровский Ну тогда я не знала этого Это я потом поехала уже Ну когда вошла в храм И когда В другое время Я была В монастырях Я увидела Что это Образ Серафима Саровского И он мне сказал Зачем я сюда Приехала Для чего я приехала То есть Я задавала этот вопрос Что мне делать А потом Произошло Ну такое Как сказать Невероятность такая Да Я думала Что Отец Ипполит Находится вот В этом здании Где я стояла Ну возле храма И рядышком Здании А я повернулась И меня в плечи Как будто бы Вот что-то Вот так вот Толкает Я пройду шаг Остановлюсь Пройду шаг Остановлюсь И так я дошла До До другого здания Выходит монах И говорит Вы к отцу Ипполиту Поднимайтесь Он вас ждет Своей перья Вот так вот Я попала К старцу Который Ну как Прибыл Наш монастырь Сафон Сафон Что здесь написано Он говорит Здесь все понятно И ты поймешь А потом Это вот я вам Рассказываю Свой опыт Ну как сказать Христианский Свой опыт Потом Отец Ипполит Это мой Духовный наставник Я проходила Проходила опыт В земной В земной жизни Проходила опыт Христианства Но со временем Я поняла Что этого мало Что там Я не найду Все ответы На свои вопросы И этот опыт Он Ну как сказать Эта часть Грань жизни Она присутствовала У меня Она была Вместе со мной Но это не составляло Всю мою жизнь В дальнейшем Я много раз Приезжала к отцу Ипполиту Я с ним беседовала Он мне Рассказывал тоже Показывал Вот этот вот Алгоритм Жизни И мы с ним Общались Знаете Очень просто Он у меня спрашивал Как я вижу Я ему объясняла То есть Мы Разговаривали Не на Ну как Не на таких Не такими вопросами Да Вот как обычно Я поняла Что религия Она тоже Разная бывает И Насколько Открыто Твое сердце Насколько Ну Екатерина Ну это хорошо Значит Вот первый раз Услышите Это же интересно Когда даже в таком возрасте Вы узнаете Что-то новое Это же Случайности не бывает Все мы когда здесь Встречаемся Или в жизни Встречаемся Это и есть Тот момент Когда Бог не подписывается Своим именем Поэтому это вот и называется Случайные встречи А для того Чтобы произошла встреча Нужно Чтобы совпало Три составляющих Это Время Место И Наполненность Информацией Ведь мы все С вами На земле Мы живем Потребностями У кого-то И удовлетворением Этих потребностей И вот при встрече Возникает У кого-то Возникает Потребность Ответить на какой-то вопрос А кто-то знает Ответ На этот вопрос Вот это вот и есть Эти три составляющих Три составляющих Три составляющих Момента Встречи Когда Мы общались С отцом Ипполитом Он принимал К нему Приезжали Со всех В общем Со всего Советского Союза Тогда еще был Советский Союз Приезжали люди И получилось так Что Некоторых людей Он принимал В моем присутствии И вот я тогда Увидела мудрость Которой Идут по жизни Мудрость понимания И мудрость Ситуации То есть алгоритм Он показывал людям Что Приехал Мужчина И просит Его помолиться За сына За его здоровье За Ну там За какие-то ситуации А отец Ипполит спрашивает У него А почему ты А почему ты Вот привязан Ну к таким Человеческим Слабостям Когда ты бросишь Курить У сына Все изменится А этот мужчина Говорит А зачем мне Бросать курить Это же сын А это же я То есть Это разные вещи Он не мог Себе вот это Вот соединить И вот в такие моменты Я вот эти вот Алгоритмы Складывала Складывала В своей Ну так сказать В своем Обыске Давайте я сейчас Возвращусь Вот к этой картинке Это Наш договор До воплощения Когда мы В тонком плане Находясь еще В тонких телах В тонких телах Мы Каждый Ну у нас есть Такая кармическая семья И каждый Присутствует В жизни Каждого То есть понимаете Вот это вот И есть единство Когда Происходит Взаимопомощь Допустим Вот один Да По центру Светлый человечек Он берет На себя Задачу Воплощения А вокруг Все души Которые Воплощаются В разное время В разных местах Они Дают Обязательства Они принимают Обязательства Что Когда тебе Будет трудно Когда тебе Будет сложно Мы тебе Поможем И каждый На себя Берет А ведь Когда Душа Берет На себя Задачу Воплощения Она Составляет Алгоритм Всей Всей Жизни Поочередно Вот это вот И есть Эти Кочки Притом Они Расположены В определенной Последовании И Наши Ну Из нашей Люди Из нашей Души Из нашей Семьи Они Определяют На какой При отклонении От какой Кочки Они будут Нам помогать При том Эта помощь Она заключается Не только Она заключается Не только В каком-то Добром Слове Она заключается Не только В какой-то Помощи Это может быть И мимолетная Встреча Это может быть И жесткое Общение Это может быть И предательство Это может быть И обида Это все То Что мы С вами Проживаем В обычной В обычной Жизни Это все Наши Эпизоды Жизни Это все Наши Взаимоотношения Это все Наши Взаимоотношения С родителями С детьми С мужьями С женами С сотрудниками Мы часто Не можем понять Почему мы Наступаем На одни и те же Грабли Почему у нас Повторяются Одни и те же Ситуации В жизни А это Как раз И говорит Это знаете Как лаквусовая Бумажечка Показывает нам Ту задачу Воплощения С которой мы Пришли Ту задачу Которую нам Нужно решить И она Как раз Вращается Вот вокруг Вокруг Этих Грабли И самое Интересное Заключается В том Что человек Который Ну Помогает Нам Да Вот участвовать Принимать участие В этих Граблях В нем Находится Ответ На наш На наш Вопрос На наш Ну как сказать Подсказка На нашу Задачу Вот смотрите У каждого Из нас Внутри Есть ключики И есть Замочки Но они Разные Они не Подходят Ключики К этим Нашим Замочкам Не подходят Вот творец Жизнь Земным 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 Мозгом Да То есть Вот наш Ум Который Знаком Только с Теми Обстоятельствами И с Теми Законами Которые Вот Открыты Здесь На земле Которые С которыми Мы знакомы С детства С которыми Нас Знакомят В семье В школе Ну и дальше По жизни А на самом Деле Мы Почему Мы стремимся В единство Это не Имеет Значения Что Мы Какие Мы задачи Взяли Мы взяли Для того Чтобы собрать Свой опыт А вы знаете Вот Екатерина Если Смотреть Прежние Воплощения Вы что думаете Что вы Или вот этот Вот человек Да Которым Вы пишете Неужели Вы думаете Что там Только один Сахар И только Сладкие Роли Нет Мы так Не соберем Опыт Мы не наполним И чаши добра И чашу Чашу добра И чашу зла И только после Этого Будет Золотая Середина Только после Этого Будет Гармония Когда Мы В любой Момент Жизни Будем Знать Как поступать Как поступать Правильно Для того Чтобы Гармония Была А Гармоничные Отношения Это Вот я Немножко Немножко Еще С другого Вебинара Вам скажу Почему Человек Болеет Что такое Болезнь Болезнь Это Фальшивая Мелогия Скрипки В общей Синфольной Организме То есть Когда Болеет Какой-то Орган Нарушается Гармония Всего Организма Нарушается А почему Болеет Орган На орган Мы влияем Своими Мыслями Поступками Но мыслями Больше всего Поступками Словами То есть Мы Продуцируем Энергию Другого Порядка Другого Порядка Негармоничного И Эта Энергия Она Нарушает Работу Вибрацию Нашего Органа Если Допустим Брать Печень Ну Например Любой Орган Например Печень Это Такая Вот Такие Красивые Гармоничные Такие Всплески Вот так Работают Наши Органы То есть Весь Наш Организм Работает Постоянно Вот такими Вот Импульсами Если Мы На кого-то Обиделись Рассердились Или Что-то Спродуцировали Какую-то Грязную Энергию Сразу Же Меняется Вот эта Гармония Гармония Печень Сразу Же И Нарушается Ее Обычная Работа И для Того Чтобы Почему Так Происходит Для Того Чтобы Дать Человеку Понять Задуматься Что он Неправильно Говорит Что он Не так Говорит Не так Думает Блокирует Этот орган Блокирует Этот орган Болезни То есть Человека В общем А если Один орган Неправильно Работает Вы же Понимаете Что Будут Нарушения Со Времени Во всем Организме Блокируют Человека Чтобы Он Не Нарушал Гармонию Пространства Ведь Очень Это Имеет Большое Значение Не Только Гармония Наша Внутренняя Но и Гармония Пространства В котором Мы живем Потому что Наше Маленькое Пространство Семьи Работы Города Ведь Из этого Складывается Пространство Земли Из вот Такой Вот Маленькой Гармонии Складываются Гармонии Больших Пространств Понимаете Почему Это важно Понимаете Для чего Это нужно И вот Чтобы Возвратиться Внутрь Себя Чтобы Сгармонизировать Себя Вот эти Вот Довоплощенческий Довоплощенческий Договор Он составляет Таким образом Как я вам уже Вот показывала Да Что у каждого Человека Есть замочек Закрытый Это Тот вопрос Который Он не понимает Он не понимает Почему он ходит По одним и тем же Граблям Почему Он ходит Вот в этом Беличем колесе В этом забеге Он постоянно И постоянно Находится Почему Его на пути Встречается Одинаковый Экипаж Людей Почему У него Происходят Ну Ну как сказать Одни и те же события Там неприятные Ну мы обычно Обращаем внимание На неприятные события Почему происходит Вот такого вот Плана события Почему Они не могут Встретить людей Интересных И Почему они не могут Войти замуж За того человека Или там Жениться На той девушке Которую они хотят Которую они Придумали себе С которой Им будет интересно Почему Почему Существуют Эти грабли Почему Вот как вы думаете Если вам Интересно Ну как Если вам Интересно Если вам Интересны Эти вопросы Вот ответьте Как вы думаете Почему Происходят Эти грабли Почему Мы идем По кругу Пока вы будете Писать Я вам Отвечу Ну я буду Продолжать Продолжать Говорить Задержка Чата Есть Происходит Это потому Что Человек Воплотившись В тело Он не знает Ответы На все вопросы Одни и те же Ошибки Совершаем Правильно А почему Мы совершаем Одни и те же Ошибки Почему Мы не знаем Почему Мы Ну если Мы сделали Ошибку Мы же Можем Проанализировать И понять Что заставляет Нас Совершать Одни и те же Ошибки Что заставляет Нас Сходить С этими Граблями Постоянно Что Нинель Я не поняла Какая Подсказка Меняется У нас У нас У нас У нас А Меняется Ну да Конечно Меняется Но Дело в том Что грабли Это всегда Одного Одного Порядка Правильно Привычки Правильно Привычки Произошло Произошла Вот эта Вот встреча Произошло Получение Вот этого Вот Ключика Как раз И существуют Вот эти Вот ситуации Предательства Ситуации Обмана Лжи Ну это Как сказать Один полюс Да Есть конечно И приятные Ситуации В которых Тоже Человек Который Имеет Ключик К твоему Замочку Он может Его отдать Ключиком Может быть Любое слово Интонация Жест Звук Ну понимаете Вот любое Что только Можно придумать Но это Энергия Это энергия Которая Именно вот Энергетический Импульс Который Пройдет Через вас И откроет Ваш замочек И вот Скажите Напишите Пожалуйста Бывали у вас Такие Ситуации Что Ну вот Не знал Не понимал И в какой-то момент Вот так вот Раз И все И вот как Озарение И ты начинаешь Эврика Ты начинаешь Понимать Что раньше Ты этого Вообще не понимал И раньше Даже Ну даже Понимания Такого не было А это раз На раз И все открывается И ты начинаешь Понимать Вот это Вот это И произошла Такая Встреча Почему Происходит Так Что Ключики И замочки Разбросаны У разных У разных Людей У разных Душ И Нам нужно Пройти Именно вот Через вот эти Вот неприятные Ситуации Почему это Происходит Потому что В этом Как раз Есть Работа Наша На собой Если мы будем Понимать Что Тот человек Которого Мы больше всего Обижаемся Тот человек Которого Мы больше всего Не понимаем Тот человек Который Нам Больше всего Делает Больно Именно В нем И находится Правильно Надо Правильно Именно Враги Понимаете Если Жить Сладко Ну вот Все хорошо Все Гладко Все Гармонично Все Но это же Не будет Жизнь Интересна Правильно Нужно же Развитие же Все равно Идет По стирали Да По Семисоте Понимать Что События Факты Понимать Какая Какая В этом Событии Заложена Задача Что вам Нужно Понять И какое Качество Отработать Это Может быть Гордыня Это Может быть Нелюбовь Себя Это Может быть Непонимание Себя Непонимание Вообще Смысла Жизни И вот эти Вот ситуации Вот эти Вот люди Они как раз Нас направляют Они направляют Для того Чтобы мы Отработали Когда мы Отработаем Наши Качества И мы Получим Опыт Этого Качества Противоположные И плюс И минус Мы сможем Уже Сложить Поедино Правильно Нинель Правильно Вот Нинель Написала Жизнь Научи меня Не рисковать Собою Не играть И быть добрее Кладу быть С разумом Судьбу Не искушать Жить По канонам Божьим Быть мудрее Всё правильно Вот это Вот и есть Нинель Спасибо за вашу Подсказку Вот вы как раз Всё в этом Четверостишье И написали Именно Развивать интуицию Приобретать Мудрость И понимать Что Ну не просто же Так Мы Цепляемся За одни И те же Ситуации Цепляемся За одни И те же Качества Ведь как же Мы же все люди Да Мы же все Проходили И мы не можем Быть просто Какими-то Манекенами И ходить там Не улыбаться Не ругаться Не Не сердиться Это всё должно Присутствовать В нашей жизни Это всё Есть Это всё Насыщает Нашу жизнь Но должны быть Рамки Должны быть Вот эти вот Границы Весы Должны присутствовать И мы должны Сами регулировать Эти эмоции Мы должны Ими Украшать Жизнь А не превращать Её в ад И вот Когда Мы это Понимаем Когда Знаете Вот происходит Такая Такая вещь Ты приобретаешь Свободу Ты открываешь Этот Замочек И этот Человек Он Который тебе Подарил Ключик Который тебе Дал возможность Понять Своё Качество Отработать Взять этот опыт Он По жизни Он может быть Никем для тебя Просто случайным Прохожим А может быть Для тебя Остаться Другом На какой-то Период Времени Или на всю жизнь Потому что Мы все Мы все Знаем Что У нас Есть помощники В этой жизни Что у нас Есть души Которые Приходят К нам На помощь И которые Их задачу Тоже Входит Вернее Как Вот их помощь Это тоже Их задача На это воплощение Потому что Вы же понимаете Что не просто Так Быть Злым Быть Алкоголиком А человек Который Стоит В луже Ну Пьяница Который Там падает Который Там Ну В смысле На улице Бывают В таком В таком Виде Ну Или там Дома Вы что Думаете Что это Души Которые Стоят Ну Как Молодые Души Которые Не имеют Опыта Воплощенческих Опытов Это может Быть Душа Очень Высокого Порядка Но Она Пришла На эту Землю Знаете С какой Целью Чтобы Нас Научить Как Вы Думаете Не Судить Не Судить Да Не Судим Будешь И Это Тоже Вот Ну Понимаете Как Вот Это Искладывается Из Таких Мелочей Из Таких Ведь Мы Можем Просто Пройти Заметить Такого Человека А Из Таких Мелочей Как Раз Искладываются Вот Эти Вот Наши Задачи Которые Мы Брали На Воплощение И Задачи Помощи В нашем Воплощенческом Договоре Для того Чтобы Знаете Я вам Хотела Конечно Валентина Конечно Все Верно Нам Понимаете Как Судить Мы Не Имеем Права Никого Мы Же Все С Вами Приходим На Эту Землю Мы Же Частички Бога Мы Частички Этой Искорки Которая От Единства И Мы Одеваем На Себя Платье Наши Тела И Это Нас Разъединяет Но Какая Разница Если Это Платье Черного Цвета Или Белого Или Коричневого Цвета То есть Национальность Человека Какая Разница На каком Языке Он Говорит Какая Разница Это Мужчина Или Женщина Это Не Имеет Совершенно Никакого Значения Потому Что Наше Единство Именно Вот Здесь Внутри Нас В этой Искорке И Если Снять Вот Эти Вот Наши Одежды Телесные Земные То Вот Это И Есть Единство Как Мы Можем Судить Бога Как Как Мы Можем Осуждать Другого Человека Который Является Мной Нашей Частичкой Нашей Частичкой Единства Понимаете На самом Деле Когда Вот Это Вот Понимаешь И Когда Это Ставишь Как Основу Как Базу То Ступени Лестницы По Которой Ты Поднимаешься Они Прочны И Лестница Не Упадет Когда Ты Знаешь То Незыблемое То Что Не Меняется Нужно Опираться На Константу А То Что Мы Едины И то Что Мы Частичка Форца Частичка Вот Этой Вот Общей Гармонии Это Это И Есть Константа Мы Это Все Знаем Мы Это Все Понимаем Но Не Всегда Мы Это Все Вспоминаем Видимо Этого И Происходят Вот Такие Вот Наши Встречи Разного Плана Разного Порядка Которые Помогают Направить Помогают Соединить Нас Я вам Расскажу Про Программу Покаяния Это И Есть Вот Эта Программа Покаяния Это Та Программа Которая Мне Была Дана Я вам Еще Скажу Когда Я писала Стихи Когда я Писала Вот эти Вот Тексты Потом Получилось Так Что Одновременно С написанием Стихотворения Одновременно Вот С этим Общением Проходили Разбор Вот Эти Я Почему Вам Это Все Рассказываю Потому Что Это Все Происходило Со Мной Это Все Мне Объясняли Рассказывали И Показывали Когда 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 Я проходила Вот эту Вот Программу Покаяния Я ее Проходила Три Года То Есть У Меня В Кармане Было Три Листа А3 Вот Не А4 А А3 И Я там Выписывала Сначала Все эпизоды Которые Были Негармоничны В моей Жизни Я Начинала Их писать Сначала Я начинала Их писать От рождения Вот То Что Я себя Помнила От рождения И Потом Это Это Было Очень Много Потом Начинала С того дня Ну Вот С Сегодняшнего Дня Я Описывала Сегодняшний Вчерашний И так Дальше Дальше То есть Я с двух сторон Вот это Вот Я писала Очень А потом Вот на этом Тренинге Я вам Расскажу Как Как с этим Работать Как просить Прощения На трех Уровнях Как просить Прощения По воплощениям За наши А самое главное Что Мы Будем Просить Прощения За то Что мы Нарушали Гармонию Нарушали Гармонию С полю Нарушали Гармонию Пространства То есть Мы Уходили От Едейства И в какой-то Момент В какой-то Момент Я поняла А нет Не существует Ошибок Ты Проходишь Уроки Но это Не есть Грех Ведь Маленький Ребенок Когда он Начинает Ходить И когда Он Споткнулся Упал Разве Можно Его За это Винить Или Если Он Допустим Кушает Ложечкой Или Там Пьет И пролился Облился Весь Грязный Разве Это Грех А мы Точно Так же Как дети Переходим На эту Землю Мы Получаем Свой Опыт У нас Нет У этого Опыта Ну Совсем Нет Именно Через Вот Такие Ситуации Через Вот Такие Вот Может Быть Неприятности Может Быть Какие Это Ну Жесткие Совершенно Жесткие Ситуации Мы Обучаемся Но Нарушая Гармонию Такими Ситуациями Мы Нарушаем Гармонию Пространства Именно За Это Вот Ну Как По ступеням Да Это Все Происходит Эта Трансформация Когда Мы Просим Прощения А прощение Вот Именно На трех Уровнях Это Очень Большая Работа Очень Но Она Мощная После Этого Знаете Происходит Что Происходит Вот Как Переворачиваешься Как Песочные Часы То есть Совершенно Другое Мировоззрение Ты становишься Совершенно Другим Человеком А Потом Ты понимаешь Что Греха Не существует И Грех Ну Это Это уже Как бы Частично Из Темы Вампиризма Греха Почему Нас Делают Виноваты Для чего Это Придумывают Для того Чтобы Нами Руководить Для того Чтобы Было Спокойно И Свободно Обращаться С нами Для того Чтобы Держать Нас В каких-то Рамках А потом Мы Со временем Навешиваем На себя Вот эти Ярлыки Я виновен В этом Я виновен Вот в этом Я вот это А я это Не так Сделал А я это Не так Сказал Сколько В семейной Жизни Такое Бывает Не тогда Пришел Или Не туда Пошел Или Не то Принесла Или Не так Сделала Не то Сказал А между Родителями И детьми То есть Это Семейный Такой Бытовой Памперизм Но На самом деле Это Не ваши Ошибки Это Не Ваш Грех Это Ваши Задачи Ваши Домашние Задания Которые Вы Взяли Вот На Эту Наземную Свою Жизнь Смотрите Идет Маленький Ребеночек Да С мамой За ручкой Ну Совсем Крошка И он Идет По высокому Неровному Бордюру Он Идет Ну Как бы Да Вот Лавируя Да Вот так Переступая А мама Что делает А мама За руку Его дергает И Иди сюда Ко мне Ты упадешь Почему А маме Так удобно А ребеночек В это Время Знаете Что с ним Происходит А он В это Время Ищет Внутреннюю Гармонию Внутреннее Равновесие Он Ищет Как ему Координацию Он Ищет Свой Центр Внутри Как ему Идти По жизни Как ему Идти По ситуациям Как ему Вообще Общаться По жизни Представляете Вот Такие Мелочи Такие Это все Читается На энергетическом Уровне Это все Очень легко И понятно И просто Когда Ну когда Задаешь себе Вопрос Ведь Куда мысль Туда и энергия Какие вопросы Ты задаешь Такие Ответы тебе И приходят Правильно Согласны Со мной Поставьте Пятерочки Если вы Со мной Согласны Ну хорошо Поставьте Тогда Троечки Если вы Со мной Не согласны Вячеслав Спасибо Давайте Я вам Еще Расскажу Спасибо Анна Нинель Спасибо Наталья Спасибо Давайте Я вам Расскажу Ситуацию Ираида Спасибо Давайте Я благодарна Вам Всем Благодарна Давайте Я вам Расскажу Один Эпизод Из моей Жизни Знаете В свое Время Было Ну было Ну не знаю Как сказать Интересно Наверное Там Восьмое Ноль Восьмое 2008 Девятое Ноль Девятое 2009 Кто-то Там Привязывал Свадьбы Кто-то Какие-то События Ну и я Я когда Это Как бы Так Слушала Да Как бы Так Вглядом Бросала И думаю А вот Интересно Двенадцатое 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 Это же уже Такого Ну как бы Не повторится Да При моей Сегодняшней Жизни В этом Воплощении А вот Интересно А как бы Запомнить Этот День Как бы Его Ну ознаменовать Или просто Там да Поставить Какой-то Такой вот Интересный Интересный Значочек На этой Жизни На этом Дне Чтобы Ну просто Как память Запомнить Я не знаю Почему Такая мысль Вот просто Не знаю Это было Я не знаю Весной Или летом Где-то Вот В такой В такой Период Время И я так вот Закрыла глаза Так вот Села и думаю Как Что сделать И вдруг Вижу перед собой Эйфелеву башню И думаю Вот интересно А если В это время Просто быть На Эйфелевой башне Да Там на На верхушке До этого Я в Париже Не была И я так подумала Представила себе Что вот я Почему-то Я не знаю Почему-то Я представила Что вот я сижу На ступеньке Вот так вот Эйфелевой башни И как-то Вот встречаю Там люди Поднимаются И идут И я как-то Встречаю И я себя там Ну знаете Я себя просто Реально ощутил Вот реально Это кстати Возможно Еще будет ответ На наши На постановку Наших целей Да И как ставить Реализуемые цели У меня Оставался Отпуск Я не помню По-моему Девять или десять дней А в конце года Ну у нас Такой Порядок Такой Что нужно Этот отпуск Использовать И Так случилось Что нам Предложили В Париже Квартиру И именно На определенный Период времени Она была Свободна Она находилась В центре Притом Очень недорого Совсем недорого Она находилась В центре Парижа Что Ко всем достопримечательностям Пешком Один час Всего И я думаю Вот Ну и съездим Как раз такая И у мужа Как раз отпуск был И у меня Получился так Отпуск Я беру билеты А я путешествую Мы билеты берем Ну сами По интернету То есть не через турбюро Так получается Намного Намного Дешевле И я беру Это было Четыре часа ночи Или утра уже И я беру билеты Все сошлось Все я взяла И При вводе Банковской Реквизитов Банковской карты Я одну циферку Перепутала Единичку с тройкой И мне заблокировали Не карту заблокировали То есть отказ пошел Естественно Ну я поняла Свою ошибку В чем И потом Ложусь спать И думаю Я столько просидела Выбирая эти билеты И я уже устала Ну нет значит Нет значит Поедем в другое место Или просто дома будем А потом Знаете что произошло Я вспомнила Свою мечту Что 12-12 Я собиралась Быть На Эфелевой башне А я брала билеты 28-го ноября То есть Даже эти 10 дней Они не Ну в смысле Не получалось Да Не дотягивали До 12-го числа На следующий день Я беру Повторно Набираю билеты Беру даты Чтобы Ну 12-е число Вошло В эту поездку И случилось так Что Мы улетели 8-го или 9-го декабря 12-го года Я уж точно Эту дату не помню Но 12-го декабря 2012-го года В 12 часов 10 минут Мы взяли билеты На Эфелевую башню И В это время Мы поднимались Вот как я говорю Да 12-12 12-12 Мы поднимались На Эфелевую башню На самый пик Там где вот возможно Это экскурсия И вы знаете Радость И вот это вот Удовлетворение Получаешь Даже не от того Что ты был На Эфелевой башне Даже не от того Что ты видел Да Что ты там побывал А о тех Невероятностях Которые Происходят В жизни Кто Мне Вот пальчиком Вот этим Вот да Перепутал цифры Единичку С троечкой А иначе Я бы взяла билеты И потом бы Мы уже полетели И только там в Париже Я бы поняла Что 12-е число Пролетает Понимаете Даже пространство Реагирует Даже пространство Корректирует Как это происходит Я не знаю Ну я-то знаю Как это все происходит Просто Словами это объяснить Невозможно Но в наших практиках Да Вот в наших тренингах Когда мы будем проходить Мы будем Постепенно Постепенно Все это Материализовать Мы будем Все это делать Мы будем Притом Мы будем Это все делать Так как Меня учили Я обучалась В ментальной Космической школе Это точно так же Как Ну вот На земле школа Да Учишься Там первый Второй Там Десятый класс Сначала тебе Объясняют Материал Объясняют Ситуацию Объясняют Рассказывают Ну знаете Как в институте Это как начитка Да Вот дают Дают информацию Объясняют То есть Ты живешь Ты живешь Обычной жизнью Но Для этого времени Не нужно Вот ты идешь По дороге Да Там на работу Или пробежками Или гуляешь Или в спорткомплекс Идешь И Ты чистишь Картошку Ты моешь Посуду Ты в душе Купаешься И в это время Происходят Вот эти вот Разговоры Происходят Эти беседы Ну их можно по-разному Назвать Какая разница Главное результат Главное результат Который Вот я Сейчас сижу Перед вами Я вам Рассказываю Свою реальную Жизнь Которая В которой Вот это вот Все и происходило И происходит И Сейчас Ну как бы вот У меня есть Очень много Интересных Ситуаций Люди Дети Воплощаются Очень необычно Воплощаются Ну как бы Тоже через меня Я вам могу Рассказывать Очень-очень Много Этого Всего Интересного Когда будет У вас Заинтересованность Вот когда Придете на Тренинги Да Мы там с вами Будем Об этом Обо всем Говорить И я уверена Что и у вас Тоже есть Такие Моменты Эпизоды В жизни Возможно Не на все Обращаете Внимание Возможно Что-то кажется Ну невероятностью Да Или Какой-то Необычностью Это Как бы Все происходит Я сейчас Вам расскажу Еще один Случай После которого Я проведу С вами Медитацию Хотите Это реальная Медитация Ну Как бы Подсказка Которая Давайте поставим Вашего согласия Если вы согласны Семерой Кто согласен Кто на это готов А я дальше Вам Продолжу Про школу Которую я обучала И вот Мы Надежда Согласна Спасибо Анна Спасибо Спасибо Ираида Дмитрий Вячеслав Лидия Спасибо Ой Наталья Я рада Я рада Что вам Это нравится Я рада Что Ну возможно А давайте Если для кого Это Новая Нинель Спасибо Людмила Для кого Это новая Информация Вообще Вот то Что я Рассказываю Да Для кого Это Совсем Совсем Новое Поставьте Десятки Поставьте Десятки Что это Для вас Совершенно Новое А я буду Дальше Рассказывать Людмила Ну Приятно А мне Почему-то Кажется Что Внутри У нас У всех Есть Ну как бы Вот информация Эта вся Да Она немножко Закрыта Она немножко Прикрыта Кто-то Где-то С чем-то С этим Сталкивается По жизни Но возможно Не обращает Внимания А возможно И Это непонятно Было Или Ну страшно В это окунаться Потому что Ну действительно Это не Необъяснимо Ведь мне Тоже Нелегко Было Жить Когда Не с кем Было Общаться Не с кем Было Об этом Ну как Обсудить Говорить Вот единственный У меня Да Был такой Вот Внутренний Диалог Вот Рассказываю Дальше Рассматриваем Мы Какую-то Ситуацию Допустим Которая Вот Произошла Необычно Ну я Рада Ну а О вашей школе Да А вы знаете Вот приходите На тренинг И вы все Поймете Что мы все Проходим Эту школу Нужно Услышать Не побояться Услышать Голос Нашей души Голос Нашего Вот этого Вот Внутреннего Внутренней Нашей чистоты Обсуждаем Ситуацию Да Вот Разбираем Ее Ну Например Да Произошел Там Какая-то Конфликтная Ситуация Произошла На улице На работе Дома Без разницы И это все Разбирается С энергетической Точки зрения То есть По полочкам Вот это вот Расставляется Но это называется Находиться В мире форм Когда ты находишься В мире форм Там отсутствуют Эмоции И там ты видишь А мир форм Это Мир причин И ты там Рассматриваешь Ты видишь Все причины А причина Следственный закон Никто не отменял Правильно? Он же присутствует В нашей жизни Всегда и везде И когда Ты видишь Причины Всего происходящего А происходит Что? Нарушается Гармония Нарушается Гармония Ну Маленького Пространства Или большого Пространства И это пространство Блокируется Блокируется Семья Если в ней Происходят Какие-то Очень Ну Разбалансированные Да Происходят Вещи Происходят События Она блокируется Проблемами Проблемами Со здоровьем Проблемами Ну Я не знаю Там с детьми Какие там еще есть В семьях Проблемы Которые Там С жильем С материальными Для того Чтобы они погрузились В эти свои проблемы И решали И в процессе решения Они придут Гармонии Сначала нужно Семьях 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 Для этого Для этого Вот это И происходят Вот эти Маленькие Блокировки Чтобы Разбирались Внутри И При разборе Притом Моменты Есть Разные Есть Ну Как Слышишь Помощь Слышишь Вот тот Ключик Ищешь Своему Замочку И ты Слышишь Грабли Прекращаются Дальше Идет Разблокировка Вот это Вот пространство И все И пошли Пошли дальше Жить Пошли дальше Получать Свой опыт Пошли дальше По следующим Почкам По своим Дальше Собирать Вот этот Вот опыт А Если Ты уже Ушел Настолько Далеко От центра Да На 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 Периферию Так вот На периферию Настолько Далеко Ушел То у тебя Уже нету Сил возвратиться У тебя и Времени уже Нету Возвратиться То есть Ну тогда Вот это вот и есть Одна из причин Ухода Когда человек Уже не в состоянии Выполнить свою задачу Или он уже Выполнил Или у него уже Просто больше Возможностей Выполнить задачу Нету Ну знаете Есть И анекдоты Известны На эту тему Тоже А сейчас Вот Один эпизод Да Который я вам Обещала Рассказать Это реальное Имя женщины Ее зовут Виктория Она Работала в Звездном городке Она сама Ну технически работник Да там Много-много С этими С космонавтами Общалась Много было с этим Всем связано И у нее Вышивкой Профессионально Ну она такая Рукодельница И это ее Копи было И еще Приехал один человек Он был со мной Незнаком И я с ним Была незнакома Он приехал Ну как бы По делу К этой семье Подружкой И он Он начал Рассказывать Что он Узнал Что в Крыльевическом Музее В городе Который 50 километров От нас Областной Город Выставка Выставка Работ Вышивка Точечная Вышивка Это на одном Квадратном Миллиметре Таких вот Точек Да Точками Узелками Такими вот Вышивает 9 узелков И когда Смотришь Со стороны Эта вышивка Кажется Вот как Написана Краска И я Понимаю Что Эта женщина Сейчас в беде И я говорю Этому Вот Олег Его зовут Этому человеку Я говорю Мы сейчас Садимся в машину И мы едем В психиатрическую больницу Виктория Находится там В ней плохо Вы знаете Мы поехали Он Поверил мне Услышал Я не знаю Но мы поехали Мы поехали Еще по дороге Купили фрукты Мы Проехали 130 километров Или 150 Мы нашли Эту больницу Мы нашли Там Эту Она была В шоке От того Что Ну что К ней приехали люди У нее Семьи не было И что Произошло Это вот Вот эти вот Ситуации Это же тоже Моя учеба Мы вышли Это потом Я поняла Как узнала Что она видит И что У нее Вот эти вот Видения Информация Которая И приходит Она Внутри нее Она сделалась Кашей То есть Мы получаем Информацию Ну определенными Уровнями Прорабатываем И дальше И дальше А у нее Получилось Внутри головы Каша И она не выдержала То есть Она Ну как Неадекватно Себя вела Я ей говорю Виктория Вот прямо здесь Становитесь на землю Разувайтесь Босыми ногами Становитесь на землю Она говорит Не буду Она же грязная Земля же грязная И все И здесь я поняла Что Вот Отработка Вот этих вот Пройденных уровней Да Она идет Как через землю То есть Мы являемся Проводником Неба И земли Мы проводим Через себя Энергию Какого плана Мы берем Энергию Ну наверное Сейчас Это не важно А важно Что нужно Вовремя Сбрасывать Вот эту вот Всю энергию Отработанную И личную Сбрасывать И Именно вот На этой женщине На этом эпизоде Меня научили Как это сбрасывать Вот давайте Сейчас Мы с вами Проведем Медитацию Ну она будет Без названия Да Я вам просто Буду словами Голос Имеет вибрацию Да И это будет Подготовка Вот к этой Программе Покаяния Это будет Подготовка К очищению Более мощному Более такому Ну которая Знаете Заявляет О себе Что да Вы действительно Готовы меняться Вы готовы Принимать законы Мироздания Вы готовы Вы готовы Виктор Повернуть Внутрь себя Давайте Сейчас Расслабимся Давайте Закроем Глаза И мы Ощущаем Все Своё Своё Ощущаем Пальчики Короче Ощущаем Пальчики Даже Ощущаем Покалывание Лёгкое Лёгкое Покалывание Вы можете Проводить Сидя Или Лёжа Или Стоя Это не имеет значения Мысленно Можете Поднять руки Вверх А можете Встать Снять Носочки Снять Табы И босиком Встать На пол Представьте Что это Заявля Это Влажная Своя Дверь Руки Поднимите Вверх Поднимите Вверх Ладошки Вот так Вот ладошки И откройте И откройте Чувствуйте Уже Такое Сильное Покалывание А сейчас И ощущения От твоей головы Подошли 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 Вверх Подошли Подошли Он На себя Берет Как Щеточка Накатывает Напутывает Набирает 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 И он Проходит По ногам Он собирает Все ваши Болезни Он Собирает Всю вашу Вибрацию Он Собирает Все Все То Что вам Мешает Он Собирает Колени Забирает Забирает выбирает, и он входит дальше в пяточки. В пяточки, в носочки, он входит в подошвы, и вы открываете, вы вскрываете свои подошвы. И вскрываете, так вот, вскрываете вся эта энергия, которая матушка-земья понимает вас, как ребенок. Вы погружаете, погружаете, погружаете в этот мир, и вы и вы вверх, и вы вверх, и вы вверх, и вы вверх, и вы вверх. Под вами вся чистота вверх, и вы заходит, вверх, сбирая истинно, сбирая все ваши опробуйте, сбирая, набирая все лишнее, что есть у вас, в вашем духе, и с благодарностью понимая вас. Вы чувствуете, как поток идёт через ваши пальчики на руках, идёт по всему организму, забирая с собой всю дисгармонию. Забирая с собой всю дисгармонию, которая присутствует в вашем организме, которая присутствует в вашем теле. Давайте, если было плохо слышно, я вам повторю, и вы сделаете ещё раз. Вы берёте свои вот так вот руки над головой, вы берёте шар чистоты. Шар чистоты. И, растворяясь, он проходит через ваши руки, через всё ваше тело. Проходит через весь ваш организм. А, ещё снизим звук, да? Проходит через всё ваше тело. И на себя забирает, 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 вот наматывает всю дисгармонию, всю энергию, которая вам не нужна, которая отработана. И она выходит через ваше тело, туловище, к ногам. Она выходит через колени. В коленях забирает, собирает всё. И выходит к пяточкам. Выходит к подошвам. А теперь вы подошвы вот так вот открываете, раскрываете. Раскрываете к земле. И как бы погружаетесь в неё. Вы вскрываете всего себя и отдаёте Матушке земле. Отдаёте всё то, что было у вас на кухне. Всё то, что вы не знали, что с этим делать. Вы не могли разобраться. И вы освобождаете. А шар, который растворяется в вас, он не только вытесняет всю эту энергию отработанную. Он вас наполняет чистотой. Он вас наполняет гармонией. Он вас наполняет той чистотой, которая была до рождения, с которой мы пришли в этот мир. И когда вы поставите, вот вы оставите руки держать вот так вот, да? Вот так. У вас в руках находится эта сфера. И вы проводник между сферой неба и сферой земли. Вы являетесь проводником. И теперь вся энергия, которая идёт с мироздания, она проходит, очищая вас и растворяется в Матушке земле. Давайте поблагодарим, поблагодарим себя за то, что мы делали это, за то, что мы пришли к этому моменту. Давайте поблагодарим Матушку землю за то, что она нас принимает как детей, за то, что она благодарна нам, что мы её слышим, что мы живём здесь. И давайте поблагодарим мироздания, Творца. Поблагодарим нас всех за то, что мы готовы принимать эту энергию чистоты, энергию радости, энергию света, энергию Творца. За то, что мы готовы быть здесь и сейчас, понимая, что мы вечны, понимая, что Творец с нами внутри, что мы носим в своём сердце вот эту вот искорку. А теперь я бы хотела услышать ваши ощущения. У кого? У кого, может быть, необычные какие-то, может быть, покалывания какие-то были? А потом я вам отвечу, почему это произошло. Давайте, давайте поделимся. Потому что это покалывание в руках, да, а именно покалывание в ладошках или в каких-то других частях тела. В ладонях, да. Но в ладонях это... Нинель, спасибо, я вас благодарю. Вы знаете, если у кого-то в ладонях, да, это говорит о том, что вы, вот Светлана, Александр, да, Светлана, что вы готовы, да, Нинель, что вы готовы принимать, понимаете, вот ваши нервные окончания, это же всё через нервные окончания наши, вот здесь вот всё передаётся, и это всё... Ваша готовность к принятию вот этой вот информации, к принятию чистоты божественной. Ой, спасибо, Анна, благодарю вас. Если у кого-то были какие-то, ну, знаете, как вот напряги, да, напряжение с прохождением, да, в каких-то частях вот этой вот энергии, да, ну, как бы мысли ваши, вы же мыслью ввели энергию, если были какие-то напряжения или какие-то вот, ну, такие вот непросто было, значит, здесь, с этим... Вы можете эту медитацию делать, знаете как, каждый день. И неважно, вы лежите или стоите, вы мысленно себя просто ставите вот так вот проводником между небом и землёй, и вы отдаёте всё, что вы услышали, наработали, там что-то неправильно, не так, как бы вот чувствуется, да, внутри, чтобы что-то не так поступили, и вы можете вот так вот, вот так вот отдавать. А потом, после этого, вы подошвки эти вот так вот складываете, то есть вы закрываете. Понимаете? Сейчас мы ещё не готовы, чтобы постоянно открытым быть проводником. Вот, вот, Светлана, всё правильно, вы умничка, потому что вы уже смогли увидеть вот те свои проблемные зоны. А если вы туда направите, знаете, вот, ну, допустим, вечером будете ложиться спать, да, и вот это вот проработаете, и вы увидите причину этих пятен. Вот я вам точно говорю, если вы задаёте вопросы, на все вопросы приходят ответы. Может быть, они приходят не сразу, не мгновенно, но все вопросы... Благодарю вас, Валентина. Да, это очень хорошо. Это, знаете как, друзей и врагов нужно знать в лицо. Если у нас где-то вот боль, да, произошла, или вот пятнышки, да, видели, это же уже, ну, как бы наши, ну, скажем так, враги, да, они нам мешают. Но на самом деле это ещё там нужно проанализировать, враги или друзья. И мы можем с этим работать и там найти ключик, понимаете? А ладони в конце не соединять. Ладони так и остаются. Подошвы. Подошвы нужно... Мы же их открывали, а потом... Ну, мы вот каждую подошву как бы открывали к земле, а теперь их нужно соединить, чтобы ножка была целая наша. Понимаете? А ладони так и остаются. Ладони мы к мирозданию, к Творцам, пожалуйста. Мы к Творцу всегда открыты. Мы всегда... Понимаете? Творец внутри нас. Он всегда с нами. Он всегда нам подсказывает. Он всегда нам показывает всё. Нас... Только нужно слышать нам. У меня, конечно, ещё есть очень много авторских медитаций. Это, знаете, вот то, что я вам рассказываю на этой площадке, я рассказываю это всё впервые. И все медитации, которые вот со мной проводили, да, то есть я как бы сама с собой проводила, они все привели к тому, что... Ну, знаете, я считаю, что я гармоничный человек. Вот мы все живём, да, наша жизнь состоит из разных сфер. И желательно, конечно, чтобы эти все сферы были гармоничны. Так вот, я могу сказать, что эти все сферы у меня гармоничны. Светлана, это прекрасно! Это прекрасно! Не бойтесь этого! Не нужно бояться! Выходите на этот разговор! Принимайте участие! Спрашивайте! Ой, мне так хочется вам много рассказать всего! У меня столько интересно! Я живу как в сказке! Хотите ещё один? Я успеваю? Надежда, скажите, пожалуйста, я успеваю рассказать ещё один очень интересный, такой позитивный момент и очень необычный из жизни. Да! Смотрите! В 2000 году я была в Израиле. Была... Ой, ещё сейчас... Ой! Знаете, как много-много всего, но я сейчас расскажу то, что я хотела рассказать. Я была в храме... В храме Гроба Господня. В общем, объездила весь Израиль, весь там было всего-всего, очень-очень много интересного. Потом, потом я вам расскажу, вот на тренингах, на следующих выступлениях, я вам ещё много-много всего расскажу. Когда я приехала в наш город, я не знаю, как люди узнали, я это не оглашала. Ну, наш город небольшой, мы все связаны на работе, все, ну, как бы так вот, ну, сколько там, 70 тысяч у нас в городе живут, 10 тысяч работают на предприятии, мы все в школах, на дачах, все между собой связаны. И вот мне звонок в один из дней. Звонит женщина, мы с ней разговаривали, что она спрашивала про поездку, благодарю, спасибо, благодарна тебе вам. Она расспрашивала про поездку, мы с ней разговаривали, мы с ней познакомились, и потом оказалось, что мы живём недалеко друг от друга, там всего 150 метров, мы общались, и в какой-то момент мы поехали, семьями мы поехали на рыбалку, поехали с ночёвкой. Это было 5 октября. Вот абсолютно даты почему-то пол. Когда мы ехали обратно, я ей говорю, Алёна, у тебя будет ребёнок. Она так улыбается и говорит, ну, может, лет через 5. На тот момент у неё старшей девочке было 10 лет. Потом она приходит через, ну, через какое-то время, да, там где-то месяц или чуть побольше, и говорит, Лиля, я была в больнице, я не знаю, откуда дети берутся, но я беременна. Ну, они не планировали. Потом происходит вот ещё что. Она, нет, не так было. Мы собирали влагу, мы собирали землянику, знаете, такую вот, ну, такую дикую землянику. И приходит ко мне душа и объясняет, что его зовут, вот вы знаете, я не боюсь, я буду называть прямо имена, его зовут Киприан. И он пришёл в эту жизнь с такой-то, с такой-то, с такой-то задачей. И говорит, если меня назовут этим именем, это будет первое чудо для моих родителей. Ну, я так продолжала собирать, дальше мы с детьми собирали, с семьёй собирали. Всё, я никаких действий не предпринимала. Никому этого не говорила, ничего. Через два дня ко мне приходит муж этой Алены и говорит, Алена в роддоме, и, да, запись будет. И просила, Алена просила прийти к ней в роддом. Я прихожу, я прихожу, и она мне рассказывает, что ребёнок родился с травмой. Притом, ну, такая сильная травма. Они уже были в областной больнице, ездили. Отец там на руках носил на обследование ребёнка и им прогнозируют инвалидную коляску. Ну, она, естественно, вся в слезах. И я ей рассказываю, я же уже понимала, что это пришла эта душа, что это этот мальчик, который вот родился. И я ей это всё рассказываю. Она говорит, вот понимаете, ну, женщина, мать в отчаянии, она говорит, я готова на всё, я готова, да, я готова. Ну, имя тогда необычное, это ребёнку уже почти 20 лет. Необычное было. Она говорит, я готова. И она, мы говорим мужу, да, она рассказывает мужу, а муж ни в какую. Он просто кричит и говорит, я отец ребёнка, и я буду называть его, будет так, как я скажу. Трое суток он вот так вот разговаривал с нами, сам с собой, ничего не слышал, просто-просто кричал и всё. А потом он приходит ко мне домой и говорит, Лиля, я согласен назвать сына Киприана и сам его зарегистрирую на это имя. Оказывается, он пошёл к другу, к своему, и говорит, я захожу вот так вот в коридор, в квартиру, а у них висит календарь. Обычный календарь, да, в которых там вот есть православные имена. И он говорит, первое имя, которое попало мне вот в глаза, было имя Киприана. Он идёт, регистрирует мальчика, записывает это имя, и потом они едут опять же, вот втроём едут в областную больницу на обследование. Знаете, что им сказали? А по какому поводу, ну, по какой причине вы приехали на обследование? Понимаете, вот случилось, произошло всё, так, как сказал вот этот вот мальчик Киприан, да, ну, я не знаю, тогда ещё вот как бы перед рождением, момент рождения, вот это вот всё происходило, когда я с ним общалась. и абсолютно ничего. Сейчас этот мальчик в сборной стране по одному из видов спорта. Вот такие вот чудеса бывают в жизни, вот такие вот, ну, так сказать, сказки происходят, которые мы пишем с вами своими руками, своими головами, своей жизнью. И всё. Ну, возможно. Вы знаете, 20 лет назад, ну, я не знаю, Валентина, я с вами согласна. Я согласна с вашей информацией, но мы же тогда не знали, кто как. Обычно в семье так, мать и отец, да, придумывают имя, там обсуждают. А здесь получилось, ну, получилось вот так вот, как получилось. Видимо, они думали другое имя давать ребёнку. Да, вот так вот здорово, вот так вот интересно. И вы знаете, у меня в жизни очень-очень много таких, ну, ну, считайте, каждый день происходят вот такие вот сказки в сказках. Во всём. Я вижу общение мужчин и женщин. Я вижу общение в энергиях. Общение с детьми, родителей. Я ещё в с детьми, я вас благодарю тоже. А вы знаете, я вас всех благодарю, что вы пришли на нашу встречу и что вы позволили мне передать вам вот эти вот знания, вот эту вот информацию. Ведь я же точно такой же человек, как и вы все, да, из такого же тела, из такого же, и точно так же живу в этой жизни, точно так же прохожу такие же уроки и с родителями, и с детьми, и с мужем, и на работе, точно так же со всеми сталкиваюсь. И не так просто мне было с самого начала. Это, знаете как, это сейчас уже легко говорить обо всём, об этом. а это же нужно прожить, это же нужно как, сэмоционировать, да, и укротить свои эмоции. ребят, я совсем уже забыла за презентацию. Ну, я вам рассказываю, как бы, да, вот в потоке в таком, когда вот оно всё идёт-идёт и хочется много рассказывать всего, а рассказывать действительно у меня очень много. Я пишу книги, я пишу стихотворения. В книгах я описываю вот эти вот все случаи, ну, как эпизоды жизни, да, всё, что мне объясняли вот в этой, в этой школе. И всё это будет когда-то, ну, наверное, я так думаю, что издано и уже более четырёхсот страниц вот в компьютере этой книги вот так изложено. А я писала, знаете как, я писала свои дневники вот с самого-самого начала, когда, ну, лет двадцать пять, наверное, уже я их пишу. Я не знаю, какая сила давала мне силы писать эти записи. Ведь, ну как, ну все мы связаны с жизнью, да, есть разные настроения, есть, я всё это подробно, подробно, подробно записывала, всё, что со мной происходило. Все вот эти медитации, у меня всё это записывает. Медитации интереснейшие, и они реальные. Вот одну медитацию мы с вами проведём на тренинге, да, Надежда, подскажите, пожалуйста, вот первый, какой там вот тренинг? Ну, мы на всех тренингах будем проводить много медитаций. Одну медитацию, Валентина, книги ещё не изданы, они только написаны. Вы знаете, я долгое время, я, ну как бы вот, жила сама с тобой, со своей, да, вот ты свободен быть собой. И мы проведём медитацию, знаете, я её проводила, когда, да, я вам ещё не сказала, я, ну как сказать, мама талантливого ребёнка, вундеркинга, да, вот как детей Индиго, как сейчас называют, и я знаю, как общаться с такими детьми, я знаю, могу родителям подсказать, как воспитывать, а сейчас все дети такие, но это уже взрослые. И вот, когда он учился в институте, я уже не помню, по какой причине, но я была там, накануне его госэкзамена. И я ему говорю, а давай вот сейчас проведём медитацию, да, да, Надежда, я согласна. Давай проведём медитацию, и мы узнаем, какой у тебя, какой у тебя будет вопрос на госэкзамене. И вы знаете, он, ну он не верит, он, ну как, доверяет мне. И я провела эту медитацию, он сказал, ну для себя, он прочитал, там медитация, там читаешь, какой этот вопрос. И вы представляете, и вы представляете, что у него на госэкзамене был этот вопрос. То есть это всё работает, и работает не только в моей семье. у меня есть много знакомых, которые читали стихотворения, а в стихотворениях написаны законы мироздания. Вот у меня было ещё, да, вот несколько стихотворений вам прочитать, но, наверное, уже на следующих встречах, да, Надежда, у меня ещё будет встреча 2-го и 4-го, да, июня, тоже на этой площадке. И я вам буду, я вам тоже буду рассказывать, там много интересных тем, очень интересных тем. Валентина, я, ну, я просто не хочу, как сказать, вот выбрасывать такую информацию, потому что, ну, это не имеет значения. Если кому-то это интересно, или там для каких, для каких целей, я вам могу отдельно, как-то сказать или поговорить на эту тему. Уже, уже просматривали. Мы были, ой, ну, вот всё хочется рассказывать и хочется рассказывать, да. Мы были, ну, вот в разных местах, в разных, в разных, да, там и христианских местах, и таких, и мне всегда священники говорили, обрати на него внимание, он необычный человек. Ну, это человек, который объездил, он был в Академии наук, он работал в других странах, он обучался в других странах, при том, это всё не за деньги, это всё своими знаниями, своим, ну, как сказать, своим умом, да, и плюс ещё, это предыдущее, именно, вот старший сын, именно он мне показал, что не всё в жизни так просто, он в 4 года, ещё он не учился в школе, он сам начал в уме умножать двухзначные числа, вот мы едем в маршрутке или в автобусе, он стоит и вслух считает эти числа, мне даже как-то неловко было, а потом он мне как-то говорит, мам, а я знаю, как в 4 года, а я знаю, как сосчитать сумму цифр от единицы до 100, а я говорю, а давай я тебе расскажу, как умножать числа на 15, он говорит, а я знаю на 10 и плюс половинка, его никто не учил, и этот ребёнок был всё время со мной, а потом как-то, мы просто шли с дачи, это было поздно-поздно, вечером, и он всё время мне говорит, он всегда говорил, мама, задай задачку, мама, задай задачку, задай задачку, и чтобы, ну как бы, да, чтобы он работал, я ему там что-то говорю, говорю, он решает, а потом мне говорит ответ, а я-то не понимаю, я-то не помню, что я говорила, он мне всё повторяет, и однажды, вот представьте, ребёнок, не учился ещё в школе, для того, чтобы он думал, я ему сказала, в трубу с какой-то скоростью в час, сколько-то литров в час, втекает вода, а из бака с трубы с какой-то скоростью в час, вытекает, сколько в этом баке останется воды через 2 часа, ребёнок решил эту задачу, я только через несколько лет поняла, что ему никто не объяснял, что такое литры в час, что такое объём, что такое, откуда это, и знаете, и это для меня было, ну таким вот толчком, откуда это всё берётся, и вот пошли после этого, пошли вот эти вот все, все, все открытия, пошли вот эти вот все ментальные школы космические, пошли стихотворения, пошли вот эти вот записи, и я это всё записывала, я не понимала, что я когда-то буду это отдавать, что я буду этим делиться, потому что, ну я и тогда, и сама всего, системы не было, были знания, но не было вот этой вот системы, сейчас эта система уже есть, если вы хотите, приходите ко мне на тренинги, мы будем, знаете, вот с каждым будем работать, там есть очень-очень интересные, интересные тренинги, я вам буду объяснять, что такое системы, мы живём в системах, да, и вся наша вот эта вот эволюционная спираль, она создана из наших вот этих вот жизненных событий, из этих трубов, которые вот мы проходим по определённым законам, как это всё проходить, как эти вот пройденные круги, как их соединять в эволюционную спираль, да, как вот выводить вот эти вот витки спирали, как по этой спирали находить неотработанные наши задачи в предыдущих воплощениях, как их открывать, как оттуда получать энергию, потому что энергия наша, знаете, вот может быть вы слышали кармические задачи, да, задачи неотработанные в прежних воплощениях, они не просто так неотработаны. Надежда, дайте мне, пожалуйста, знать, могу ли я ещё говорить, или мне уже нужно, так сказать, завершать своё выступление. И вот эти вот задачи, они не просто так неотработаны, они содержат в себе энергию саккумулированную, скрытую, законсервированную. И вот сейчас очень непростое завершать. Всё, спасибо, сейчас я буду завершать. И сейчас очень непростое время, потому что само пространство, само пространство, оно имеет свойства сжалки, то есть очень быстро бежит время. Я вам ещё не рассказала, что такое время, и что такое галактики, как сворачиваются, как разворачиваются события. И все события решаются, происходят очень быстро. Время сжато. Всё хорошо. Продолжим второго. Я, конечно, благодарна всем, я благодарна Надежде за организацию нашей встречи. Я благодарна всем слушателям, которые дали возможность мне говорить и слушать. Спасибо за то, что вы меня слушали и слышали. Приходите на тренинги, мы будем разбирать всё-всё подробно. Каждое событие, каждого человека. И я думаю, что это будет для вас полезно. Да, Валентина, это так, у них, это, знаете, это даже, ну, совершенно другие люди. Совершенно. Сейчас дети приходят, они приходят уже с таким запасом знаний, они приходят с таким запасом энергии. А ещё, знаете, вот я сейчас, и я вас благодарю, знаете, ещё, что я поняла? Я думала, что вот я такая мама, да, я понимаю, я много детям могу там подсказать, объяснить что-то, направить. И в какой-то момент, в какой-то момент я поняла ничего подобного. Это дети, это дети меня учат. Они пришли в мою семью для того, чтобы поднять меня, для того, чтобы помочь моему развитию. Я, знаете, как-то так вот, они сидели в кресле, один ещё в детский сад ходил, другой в начальную школу, и я их вот обняла вот так вот за коленки и говорю, спасибо вам, мои учителя, потому что все нам являются учителями, и наш довоплощенческий договор тому подтверждение. И я буду рада, когда вы придёте, и мы будем с вами это разбирать и по ситуациям, по жизненным, по каким-то, ну, таким вот интересным-интересным ситуациям, потому что случайностей не бывает. Я благодарю вас всех, я благодарю Надежду. До скорой встречи, я надеюсь. А теперь всем я вам дарю, я вам дарю ключик, который откроет вам вот эти вот знания, который откроет вам ту информацию, которая, и я благодарю, которая вам нужна. Всего доброго, до новых встреч. Надежда, я выхожу, да? Здравствуйте, любимые. С кем ещё не виделись, давайте поблагодарим бурными аплодисментами Лилию. Я хочу напомнить, что это её практически первое выступление, поэтому вы присутствовали впервые, да, на таком мероприятии. Я думаю, что у Лилии обязательно ещё есть запланированные выступления, второго и четвёртого. Приходите обязательно, будет очень интересно. Огромной, конечно, и особой благодарностью мастеру является то, что для нас важны знания, когда мы пользуемся услугами, да, производим какой-то энергетический взаимообмен, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочке, кому в душе откликнулись знания через Лидию Лисичук, которые несутся бурным потоком к нам. Огромные благодарности Лилии, нашему светлому ангелу, да, тренинг, сегодня предлагается тренинг «Ты свободен быть собой». Состоит из четырёх занятий, каждое одно занятие в неделю, 60 минут, с домашним заданием, с обратной связью, в каждом занятии бонус, это авторские медитации. Стоимость тренинга сегодня всего 5-600 за 4 занятия. Это что вам даст участие в тренинге? Вы научитесь планировать свою жизнь и получать реальные результаты легко и быстро. Поймёте, как найти своё предназначение и вскроете свой океан энергии. Приобретёте уверенность и освободитесь от страхов, зажимов, тревог и проблем. Научитесь притягивать к себе нужных людей нужные события. Научитесь выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром. Свободно и легко научитесь решать любые задачи, станете хозяином своей жизни или хозяйкой а также получите супер-бонус индивидуальную бесплатную 20-ти минутную консультацию. То есть вы сможете сами пообщаться с мастером. Введите для этого, пожалуйста, кликнув на голубую ссылочку, введите на страничке ваши контактные данные, имя, адрес электронной почты, имейл, внимательно по буковкам, а также телефонный скайп для связи. Нажимайте зелёную кнопочку «Оформить заказ» и попадёте на страничку, где сможете выбрать вариант оплаты. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам. Если нужны вам ссылочки на другие курсы, тоже сейчас дам вам. Также Лилия сегодня предлагала, извиняюсь, нам предлагала программу «Покаяние». «Тоже очень важная, я считаю, что очень важная тема. Мы даже на самом деле можем её недооценить, но это основа всего. Поэтому проходите тоже по этой ссылочке. Это авторская программа, состоит из 10 занятий, мощнейшая методика освобождения от многослойности наших деяний. На тренинге вы узнаете смысл поступков, действий, совершаемых наим, и а также какие они влекут за собой следствия. Вы пройдёте все ступени покаяния и заново родитесь. И это всего за 10 занятий. В этот тренинг Лилия сможет взять только 10 человек. Также ещё сегодня было предложено тренинг Система Систем тоже можете проходить по ссылочке. Сейчас я вам дам её. Обязательно проходите, регистрируйтесь по вопросам оплаты, возможности рассрочки. Мы всё проговорим, если вам нужны будут такие условия. На тренинге вы узнаете Система, Система, алгоритм вашей жизни, как им управлять. Откройте для себя главный секрет. Как найти источник жизненной энергии, как быть хозяином своей жизни, как научиться исполнять желания, не исполняя их. Тоже 10 занятий, тоже в тренинг могут войти только 10 человек, поэтому спешите, регистрируйтесь, пожалуйста, вводите ваши контактные данные, имя, адрес электронной почты внимательно, также телефон, скайп, нажимайте зелёную кнопочку «Оформить заказ». Далее можете выбрать для себя удобный вариант оплаты и также тренинг «Как быть бегущей белкой в колесе», «Как перестать быть бегущей белкой в колесе». Это ещё одна ссылочка, сейчас я вам её даю. Проходите, пожалуйста, кому это важно. Тоже уникальная программа, авторский тренинг, состоит из 30 занятий, в него уже входят все предыдущие тренинг, на тренинг могут войти только 5 человек, занятие более 90 минут, более полутора часов длится, безлимитное общение на протяжении 6 месяцев вы получаете 7 индивидуальных скайп-консультаций, результат переформатирования всех областей жизни, стоимость тренинга 50 тысяч рублей, для кого этот тренинг? Для тех, кто готов понимать законы мироздания и жить ими, кто готов нести ответственность за себя и за свою жизнь, кто готов играть свою жизнь в своем поле, кто готов стать архитектором и строителем своей жизни, кто понимает и несет ответственность за себя, своих близких, своих родных, проходите, пожалуйста, по ссылочке, вводите ваши контактные данные, имя, e-mail, телефон, а также скайп и нажимайте зеленую кнопочку «Оформить заказ». Проходите, пожалуйста, по ссылочкам, а сейчас У нас удивительный гость уже в суде. Я очень извиняюсь за то, что я, возможно, задержала немножко время. Проходите по ссылочкам, которые были предложены Лилией. А сейчас я вам представлю нашу прекрасную гостью, Мирославу Робертовну, финалистку мистического шоу на первом канале «Черное и белое», победительницу сверхъестественной, канал «Пятница», участник проектов «Истина где-то рядом первого канала», «Третий глаз на НТВ», «Говорим и показываем НТВ», «Люблю, не могу, Россия один», Шоу «Москва говорит» на канале «Доверие», «Контр ТВ», канал «Перец», документальные и художественные фильмы, шоу «Улалиты НТВ», шоу «Слово за слово», канал «Мир» и многих других, мастер свадебной и денежной магии, маг и целитель, яснознающая, решит любые проблемы и убережет от всех напастей, выдаст замуж, исцелит плоть и восстановит удачу, да и даст взлет вашему карьере и вашему бизнесу, и даст богатство и благополучие и любовь. Мирослава, автор проекта и владелец газеты «Третий глаз», ведущая телевизионной программы «Третий глаз», потомственный народный целитель, академик Академии наук, экологии, безопасности человека и природы, награждена орденом «Звезда», магистра и орденом Святого Георгия за выдающиеся заслуги в народной медицине и духовном целительстве, медалью «Лучший целитель третьего тысячелетия», орденом Академии Павлова за вклад в развитие медицины и здравоохранения, награждена орденом Петра Великого за выдающиеся заслуги в народной медицине и духовном целительстве, а также дипломами первой степени для достижения в области народной медицины и здравоохранения, награждена медалью «Красный крест» за участие в благотворительных проектах, является обладателем, пяти ряда патентов на методики лечения заболеваний в области психологии, психиатрии и медицины, признана лучшим целителем России по направлениям биоэнерготерапия и прогнозирования, сертификаты фестиваля «В будущее через прошлое» 1997 года, а также Всероссийского форума «Народная медицина» на рубеже XXI века. Неоднократно принимало участие в международных конгрессах «Духовное и народное целительство в экологии и медицине», является участником третьего и четвертых международных конгрессов «Народная медицина России. Прошлое и настоящее будущее». На Народной конференции «Современные технологии и восстановительной медицины» был вручен сертификат, подтверждающий, что Мирослава является руководителем секции «Методики ясновидия в современной жизни». Мирослава принимала участие в восьмом международном конгрессе «Народные и духовные медицины» в ноябре в Сеуле. На фестивале «Будущее через прошлое» присуждено звание лауреата по направлению «Комплементарная медицина». Лауреат – лучший целитель России, диагностирует с помощью язновидения и яснознания. В работе использует биоэнергетику и психологическую реабилитацию. Поддаются лечению все виды заболеваний. Специалист в области прогнозирования катастроф, поиска природных ископаемых, поиска пропавших и прогнозирование политических ситуаций. Бизнес-прогноз. Обладает способностью влияния на любые жизненные ситуации. И это только часть регалии Мирославы. Далее продолжать не буду, потому что можно занять просто все эфирное время. А сегодня... Занять просто все эфирное время. Рес réfорное время. Сczywiście очень важное время. Здесь можно сказатьfahrday. Рleigh hash browns. Перед pictures. Меня зовут Мирослава Тлавини. И для подтверждения фотографий spendsjar на 평г, пожалуйста, запишите нам услыш do this. Саня, пожалуйста, кто-нибудь напишите, насколько меня слышно. Нормально ли все со звуком? Ну, не слышно. Сейчас попробую чуть поменьше сделать. А вот сейчас... Здравствуйте, меня зовут Мирослава Калавини. Как сейчас со звуком? Ну, со мной звук, вот, к сожалению, никогда не получается хорошим. Чем больше я буду рассказывать, как только я начну вместе с рассказом выпускать свою энергетику, у нас начнутся проблемы, перебои, и будет плохо слышно. То есть это всегда сопровождает любую работу. Энергетика, она гасит скайпы, гасит все видеоконференции, гасит звук.